Дым от покрышек, которые поджигают в центре Киева, опасен для здоровья. Ядовитые пары и газы вызывают заболевания дыхательных путей. Черная сажа оседает в легких, говорят врачи. Но протестующих это не пугает. Они запасаются масками и респираторами. Третий день на улице Грушевского жгут автомобильные покрышки. Вчера плотный черный дым стоял над правительственным порталом с сплошной завесой. Сегодня он практически рассеялся. То, что зажгли вчера, догорело. Новых костров из авторезины не устраивают. Но сажа все еще витает в воздухе и устилает снег черным ковром. Сегодня нет такого, как было после вчера. Ветер дует как раз в ту сторону, на беркут. Правоохранители больше других пострадали от ядовитого дыма, говорят в санэпидемслужбе. Концентрация токсичных веществ на улице Грушевского, 6, в 4 раза превышает норму. Вчера показники были в норме. Сегодня показники сближились. Данный случай говорит, что в местах, где проводится беспосредельное спаливание, превышение речевин, которые шкодливы для человека, вызывают небезопасные заболевания, мы будем регистрировать через длительный час. Внутри соседних зданий, в магазинах и офисных помещениях, в кукольном театре и музее пробы воздуха в норме. Впрочем, служащих там давно нет. Люди покинули помещение еще до пожара. Там же сейчас три баррикады. И вот вторая баррикада, она закрыла полностью проход. Прийти практически невозможно. Нам удалось договориться с нашими друзьями, вот, которых вот этот офис, вот, и они нам дали возможность работать здесь. Но опасность грозит не только жителям центра. Последствия пожара могут ощутить все киевляне. При такой термодеструкции гумовых шин выделяется больше, чем 20 разных видов токсичных речевин. Это надзвичайно агрессивные канцерогены. В первую очередь, вызывают безумневое повреждение легенов и бронхов. Диоксин, фураны, хлористый водород, бензол, оксиды углерода и азота, соединение серы, мышьяк, кадмий, никель, цинк. При сгорании сташин, вследствие пиролиза каучука, образуется около 20 литров отходов нефтепродуктов, что приводит к дополнительному загрязнению окружающей среды из-за просачивания в почву и смывания в поверхностные водные объекты. Чиновники советуют людям не открывать окна и даже не выходить на улицу, чтобы не отравиться ядовитыми парами. В больнице пока с такими жалобами никто не обращался. Тяжесть будет зависеть от того, какая экспозиция пребывания человека в зоне задымления. Зона задымления в атмосферном воздухе меньше риски. Ветер то туда дует, то туда дует и так далее. Я надеюсь, что специально никто не будет стоять возле горячей резины и вдыхать этот черный дым. Врачи допускают, именно морозный воздух снижает шансы отравиться, но просят людей по обе стороны баррикад защищаться, одевать респираторы и противогазы. Алла Матюшок, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Продолжение следует...